всем доброе утро девочки мои сегодня утром я решила начать свой день с ухода уходовый день у меня сегодня ну помимо ухода у меня еще другие будут дела давно я не делала вот это вот abc три шага очистка пилинг лица вот и поэтому я решила вот так вот возьму сейчас с утра прям и займусь этим потому что до себя руки как обычно бывает и не доходят благоустраиваешь комнату уютно водишь там еще что-то такое сегодня я встала думаю так пора уже чистку сделать я взяла сейчас вот эти салфетки это салфетки с мицеллярной с мицелляр очка водой это для очищения для очищения я протру лицом теми салфетками и начну наносить шаг а все очистилась прекрасно сегодня у нас на улице прекрасная погода вчера был ливень мне написали в комментариях наверное кто-то из местных кто тут живет рядом написали у вас там что затопило нет девочки у нас не затопило ну по крайней мере в нашем районе не затопило так я наношу шаг а вот этой вот лопаточкой и очень удобно наносить такая прям хорошая лопаточка это все от фаберлик у нас и лопаточка от фаберлик и шаг абыцет фаберлик все это можно там заказать я ссылочку на всякий случай оставлю вам внизу в описании шаг а мы наносим на 10 минут и через 10 минут надо его смыть так и нужно аккуратно его наносить чтобы не было чтобы оно не попало на слизистые глаза губы нос аккуратненько я наношу на 10 минут вообще там написано до 10 минут потому что если у кого-то очень чувствительная кожа то может начать пощипывать ну какая-то аллергическая реакция может быть но у меня уже это все проверено все нормально поэтому я на 10 минут наношу потом надо будет смыть и наносить уже следующий шаг бы все я нанесла время засекаю пока я жду вот эти 10 минут хочу вам показать что у нас на улице на улице видите хорошее такое небо сегодня дождя не обещает быть и завтрашнего дня начнется 30 градусная жара и будет целую неделю а вот у меня как раз вот эта ветка которая напротив окна где была куча куча пуха вот хорошо что ливень прошел и этот пух сбил его практически не осталось уже там где он остался чуть-чуть он там уже свалялся и все ну это здорово теперь хоть пух не летает это вообще радует конкретно да ой благодать какая какая благодать красота я прям не могу ну все скоро надо смывать первый шаг все девочки я смыла это первое средство в общем хочу вам сказать что это дело первое средство оно смягчает кожу ороговевшие клеточки удаляет и как бы растворяет межклеточный цемент в общем готовит кожу для пилинга для очистки вот этот вот пилинг домашний мне очень нравится я им пользуюсь уже давно так и теперь значит второе средство наносим это шаг бы это такой действительно такой мягкий скрабик и он будет уже нам сейчас чистить лицо так я его наношу руками потому что мне его надо будет еще помассировать приятное средство в общем они все такие приятные лицо гладенькая после ухода такой становится мне нравится теперь можно помассировать все можно двумя руками так особенно в областях где больше всего вот это скапливается неприятные такие вот эти вот штучки всякие точечки вообще все лицо становится гладким у меня обычно вот нос подбородок самые такие зоны которые больше всего надо помассировать в общем девочки помассирую потом смою и нанесу третье средство а третье средство это крем-бальзам успокаивающий смягчающий в общем короче говоря такое средство все потом вернусь к вам все девочки смыла я скрабик кстати говоря вот это вот одна сторона лопаточка а другая это вот такая вот жесткая сторона есть мягкая сторона очень удобно тоже еще так помассировать и смывается легче ну теперь наношу я бальзамчик успокаивающий на лицо я как всегда потерла душевно там знаете натерла видите нос красный ну чистится так чистится что делать вот там где я слишком натерла если сильно то этот бальзамчик он хорошо успокаивает переста перестает гореть лицо вот как оно бывает горит когда натрете сильно успокаивает хорошо и смягчает можно даже сверху ну не наносить можно крем я сразу не наношу я потом если может быть захочу на нанесу позже но пока только вот этот бальзам бальзам крем-бальзам все лицо моему стало хорошо комфортно я балдею так сейчас у меня нагрелась вода уже кстати говоря у нас отключили горячую воду на профилактику как это у нас бывает каждый год летний период но когда сильно жарко кстати вот на следующей неделе купаться можно уже будет просто в холодной воде она не такая уж холодная вот голову помыть надо все равно воду греть так что я сейчас волосы приведу в порядок себя приведу в порядок и вернусь к вам пока наводила порядок девочки проголодалась хочу вам показать вот эту овсяную кашу я вам показывала и уже когда покупки показывала фикс прайс и вот как она выглядит вот такая вот кашка вполне даже ничего и в общем там натуральный состав ничего нет лишнего овсянка сухофрукты соль сахар все заливаю так на глазик чуть-чуть водичкой и все сейчас она минуты три постоит и готова можно завтракать а я вам хочу пока тем временем показать какие у меня обновления в комнате вы же видите картины я повесила девочки порядочек навела все у меня теперь уютненько я себя прям чувствую не знаю художником пикассо но я смеюсь конечно это все шутки ну вот такие вот картинки сделала я смотрите парусник маки вот киска там ну и бабочку не бабочку птичку вот этот и эти как они они у тебя на глазки и у тебя на глазки да наверное вот в общем картиночки такие красивые яркие все рамки мне прям понравились и я прям как художник покажу поближе вот эту красоту они вот так блестят если сбоку смотреть то блестят вот эти вот блестяшечки алмазики мне видно это лучше в общем короче говоря красота стала у меня тут вообще неписуемая и честно говоря мне очень понравилось вообще вот этим заниматься алмазом но вот эти 5 картинок сделала и 5 картинок купила и 5 и сделала все теперь перерыв небольшой но вообще может быть где-нибудь по случаю возьму какую-нибудь картину такую прям посложнее побольше покрасивее я думаю на этом не закончится все мое творчество я думаю буду еще продолжать вот такая у меня красота чехлы на диване кусочек у меня еще остался кстати говоря этого пледа я думаю может быть пошить чехол на вот это кресло у меня кресло оно синее синего цвета и она как бы не не смотрится здесь вот может быть из этого пошить чехол как думаете пошить или пускай так просто лежит покрывала сверху да и все так ну и что мне надо сейчас позавтракать и запустить стирку все у меня тут красота ну вот девочки я вышла на улицу управилась со всеми делами своими сделала по стирушки белье уже даже высохла иду в садик за настей мы с настей прошлый раз хотели посмотреть фильм малефисента кстати говоря кто-то написал что я там с настей смотрю то что захочет с дэнни сериалы свои да нет ничего подобного я вам хочу сказать ну дэнни вообще он смотрит что хочет потому что пульт у него в руках это он выбирает что смотреть а с настей так как у нас телевизор один мы с ней обычно выбираем вместе чтобы было нам обеим интересно смотреть в прошлый раз хотели посмотреть малефисента но оказалось это там платная в общем мы не посмотрели я подписалась на око вот и как раз вот сейчас нас посмотреть посмотрел один фильм там из этого сайта вот ну и и выбрала малефисента да есть там такой фильм возможности есть посмотреть его и надеюсь мы с настей сегодня его будем смотреть сегодня у нас погода еще более-менее нормальная сейчас температура 27 ну так в общем-то жарко но терпимо в общем даже не сказать что сильно жарко а завтра уже будет 30 и на следующей неделе тридцать один-тридцать два-тридцать три в общем всю неделю будет жара духа та за 30 вот такая температура для меня уже некомфортная кстати говоря кто-то в комментариях написал что почему я не поехала на море когда мой сын со своей семьей поехали не хочу девочки на море вообще я последний раз когда вот ездила на море с Кристиной с Дэней но это было когда года три назад и я тогда уже поняла что море это уже не про меня это все это уже трудно это все уже тяжело мне переносить я уже не могу находиться на улице когда высокая температура вот когда уже выше двадцати восьми скажем да ну двадцать девять выше температура мне уже трудно я сдыхаюсь я краснею и вот представьте себе вот такая поездочка на море вот я приеду туда к примеру я вам уже расскажу что будет я знаю заранее я туда приеду значит утром обычно спят ну дети там внуки спят вот если бы я поехала одна что бы я делала мой график вообще не подходит больше не для кого как только для меня я бы утром рано вставала вот пока еще там часов девять-десять утра я могла бы сходить скажем на море окунуться побыть там часок и уйти уйти до того как солнце уже поднимется выше и целый день бы я бы находилась в комнате где находится обязательно сплит система вот не загорала бы я потому что я вообще уже давно не загораю я солнце избегаю мне загар противопоказан и что еще а ну и потом бы я бы еще вечером тоже спустилась бы скажем на море когда солнце вот как сейчас оно уже почти на горизонте за час до того как солнце сядет скажем так я бы сходила на море еще там искупаться ну опять таки загорать не загорать вот я сейчас иду вроде как загораю но это не загораю на солнце находиться не могу вот и все вот все мое пребывание на море было бы то есть целый день бы я сидела бы там под сплит системой только утром рано или вечером поздно я бы ходила бы купаться какой толк от моего пребывания естественно никаких экскурсий никуда то есть на улице когда высокая температура я просто там находиться не могу вот и все вот такой мой удел все и точно так же как вот сейчас мне допустим если меня зовут на дом там поехать даже вместе с ними там на машине все поехать на дом отдохнуть даже в бассейн просто я как представлю что нужно в жару находиться на улице для меня это просто уже невозможно уже все я такое тепличное растение стало что прячусь от жары так что молодежь пускай отдыхает без меня я не хочу быть обузой ну и потом я же говорю что мне это совсем не надо я дома нахожусь я устраиваю себе прохладу могу души принять и все а по улице прогуляться вот когда солнца нет все что мы идем куда идем ну пошли пошли так сырая земля дождик вчера был ливень был все асфальт высох все нормально земля вот она еще такая тут сырая нас я пошла прям по земле вот такая детская площадка возле садика и вот она меня просит все время пойдем там погуляем там мои друзья я говорю ты чё из садика вышла и хочешь до сих пор с ними гулять да говорит еще мы не наигрались за целый день ну вот такая вот площадочка сейчас зайду сяду на лавочке и посижу посмотрю на нее девочки идем мы из садика девочки идем по солнцу здесь вот нету деревьев нету тени солнце такое яркое хорошо что я очки взяла я экрана вообще не вижу даже не вижу что я там снимали Настя ты куда убежала хочешь что нибудь сказать не знаю я не понимаю потому что здесь очень тепло я вообще ничего не понимаю потому что что она лучше такая жара сильная вот Настя кстати видите в костюмчике хорошенький костюмчик смотрится на ней здорово включила я девочки Настю Малефисенту Настя он лежит балдеет смотрит а я Насте сейчас дам черешенку она пока покушает черешенку кстати что мы купили сейчас шли черешня по 150 рублей взяли вот такую но здесь чуть больше килограмма малосольные огурцы пахнут обалденно прям укропчиком молодая картошечка по 65 рублей мне дали и вот это вот это грудинка такая чуть-чуть жирком а это грудинка варено-копченая такая как буженинка в общем все тут очень вкусно пахнет буду готовить ужин короче говоря прям уже проголодалась Настя делает стойку молодец упражняется так я накрыла стол у нас такой походный опять стол картошечку молодую сварила вот это малосольные огурчики я взяла на базаре помидорчик розовый и вот эти мясики но мяско я думаю у нас все может быть и не захочется есть я сейчас яички в смятку сварила и дам она любит яйца если мясо не захочет значит яйцами заменим ну как мы уже подходим к концу меня скоро забирают так что я с вами уже не ну так уже с вами прощаюсь так что всем пока пока ты не голодная не а чё ты ела яичко яичко а еще яичко а еще яичко яичко и Малосольной не захотела. Не понравился малосольный огурчик ей. В общем, не голодная, да? Наелась, в общем. Все, уже переоделась. Настя, мы уже ждем родителей. Сейчас они должны прийти. И все, и всем скажем спокойной ночи. А я с вами завтра увижусь, девочки. Спокойной ночи. А с тобой нет. А с тобой нет. Все, скажи всем. Всем пока-пока, спокойной ночи. Встретимся в новом блоге. Всем пока-пока. В абражурке. Всем доброе утро, девочки мои. Сегодня я проснулась и решила, что раз я вчера сделала чистку лица, то сегодня я сделаю маску для лица. Самая любимая моя маска, это вот эта вот от Фаберлик. Ультра. Три в одном. Здесь гель-скраб-маска. И вот чем она мне нравится. Она отбеливает, выравнивает лицо. Ну и вообще это для жирной проблемной кожи. Вот эта вот, которую я выбрала. Она давно у меня уже находится. И я ее наношу на лицо. И потом лицо становится беленькое, чистенькое. Так, ну в общем, короче говоря, я волосы так соберу сейчас. Лицо еще немножко влажное. Я его только недавно умыла. И вот этой палочкой я его нанесу. Ну обычно, знаете, здесь три в одном. Можно его как гель использовать, просто для умывания. Как скраб использовать, как маску. Ну, я обычно, знаете как, использую сразу как три в одном. Я его наношу, а потом, когда я его смываю, то я немножко поскрабирую лицо. Ну, мне как бы сейчас особенно это скрабировать не нужно, потому что я вчера чистила, делала пилинг. Но самое главное, вот как масочку, я его сейчас использую. С проблемами справляется вот это вот, вот этот гель такой хорошенький, мне нравится прям. Сегодня я целый день ничего не планирую у девочки делать. Я думала, сегодня будет Настя со мной, но у Насти другие планы. И сегодня я без Насти. На завтра планы уже есть, поэтому сегодня я решила позаниматься с собой чуть-чуть. Вот такая вот белая, это белая глина, я так думаю. Там, я читала, что это здесь салициловая кислота находится, масло мануки в составе. Вот справляется с плечами. В общем, нанести надо, и я держу, пока оно не засохнет. Написано там минут пять, когда высохнет, тогда смывать. Ну, бывает, что она за пять минут и не высохнет, смотря какой слой нанести. Ну, вот так вот наносим. Я похожу, пока она подсохнет. Смой увидите результат. Прямо сразу такой результат. Лицо такое беленькое, становится ровненькое. Мне кажется, оно даже пигментацию осветляет. Вообще, вот знаете, я сегодня проснулась и думаю, хотелось бы мне какое-то видео для вас такое снять, чтобы посидеть с вами, поболтать, что-то рассказать. Но, честно говоря, я не знаю, что вас интересует. Поэтому я к вам обращаюсь и спрашиваю. Если вас, девочки, что-то интересует, может быть, кто-то подскажет мне какую-то тему, на которую можно поговорить. Иной раз мне очень жаль, что у меня нету с вами такой, знаете, как обратной связи. Так, чтобы сразу говорить что-то, вам рассказывать, отвечать на вопросы. Но прямой эфир я провести, к сожалению, по техническим причинам не могу. Но в любом случае в комментариях вы можете свои предложения, пожелания написать и мы можем пообщаться. Так сказать, в таком формате, в котором у нас есть возможность. Так, ну все, в общем-то, я нанесла. теперь буду ждать, пока это высохнет, смою, покажу вам, какой будет у меня результат. Ну вот и все, девочки мои, я смыла свою масочку, лицо стало сразу светленьким, таким хорошеньким, мне нравится. Крем нанесла Global Oxygen, мне очень нравится, мне нравится этот крем, его можно и утром, и вечером. И вот вокруг век такой же точно, Global Oxygen намазала. Все, мои хорошие, я сегодня ничего не планирую делать, пока что, по крайней мере, я ничего не придумала еще, поэтому я видео хочу закончить, чтобы оно не было слишком длинным. Жду от вас каких-нибудь тем, подскажите, какие-нибудь темы, о чем бы вы хотели, чтобы я сняла видео. И я с удовольствием с вами поговорю на те темы, которые вы мне сами подкинете. Ну, а пока все. Если сегодня у меня какие-нибудь будут интересные события, что-нибудь, если я придумаю уже в течение дня, то я начну новое видео, как обычно. И все, продолжение вы увидите в следующем видео. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь, на этом видео заканчиваю. Пишите комментарии, с удовольствием я их сочетаю. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, можете дизлайки ставить, они тоже полезны. Ну, все, девочки, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok